Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Изи Мьюзик! Меня зовут Даша Монакова, и это канал о вокале, музыке, шоу-бизнесе, интриге, скандале, расследовании, ну и, конечно же, шокирующие новости! А шокирующие они почему? Потому что Линкен Парк снова в деле! И не просто в деле, они еще в деле чисто потому, что у них появился не солист, а солистка! Ну как бы, come on, girl! Так что, конечно же, я не могла не сделать реакцию! Я еще не слушала, не смотрела лайв, не слушала этот прямой эфир, чисто потому, что я хочу испытать это первое впечатление на камеру! Я думаю, что, конечно же, фанатам Линкен Парк не стоит объяснять все новости, но для тех, кто не знает, Линкен Парк вернулись, и новой солисткой стала Эмили Армстронг! Честера Беннингтона заменит именно она! Ну как заменить? Мне кажется, это неправильное слово, знаете? Не совсем это вот заменит! Эмили Армстронг являлась солисткой Дед Сара, это такая группа, и самая известная песня у них Weatherman! Также вы могли прочитать, что группу покинул барабанщик, это Роб Бурден. Я ни на что не надеюсь, потому что, конечно же, Честер у нас остался в сердцах, мы все его очень любим до сих пор. Конечно, внутри себя я понимаю, что мне радостно. Эта новость очень радостная, что все-таки Линкен Парк возвращается, потому что, ну, по факту, ребята, они, ну, они не старые, они молодые, и можно очень много музыки создать, можно выступать и гастролировать, тем более с такими легендарными песнями. Поэтому для меня это хорошая новость, так или иначе. Сейчас мы посмотрим, оправдаются ли мои ожидания насчет воссоединения Линкен Парк. Ну что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки авансом, ведь только на этом канале максимально правдивые, классные обзоры, так что да. Ну и, конечно, если вы не слышали мою песню, я не знаю, фанатам Линкен Парк она понравится, я думаю, второй сингл понравится, но первый сингл, он более танцевальный, вы можете посмотреть его по ссылочке сверху. Ну что, начнем с кроллинг, прям буквально немножечко будем по кусочкам смотреть каждого выступления. Слушайте, ну у меня мурашки. Я сразу скажу, у меня мурашки. Во-первых, во-первых, стоит отметить, что звук здесь очень чистый. То есть, по сути, они играли в прямом эфире, где ничего не поправить, вы же понимаете. Обычно, конечно, когда артисты выпускают полные какие-то видео, там все потюнено, все прям почищено, но здесь прям живага. И это очень ценно, потому что мы можем прямо насладиться каждым звуком, прочувствовать каждый звук. И я могу сказать так, что вот в данном куске ее вокал – это просто женская версия Честера. Хорошо, хорошо прям идет, прям класс. Мне очень нравится. Слушаем чистый вокал сейчас. Ну, не люблю такое. Очень длинные вставки. По-чистому пока ничего не могу сказать. Расщепляет, она очень круто, да? Этот дисторшн такой прям, прям очень такой хороший, такой мясистенький, такой прямо узенький. Ну, в общем, очень здорово. Мне очень нравится. Но чистый пока не поняла. Это хорошо. Это хорошо. На верхах лучше слушается. Знаете, мне не хочется сравнивать ее с Честером, потому что, ну, по факту, это совершенно разные вокалисты. И здесь это неуместно. Сейчас Linkin Park – это совершенно новая группа, обновленная. То есть это новая голова группы. И, ну, как бы, да, мы реально любим Честера, я понимаю. Но я реально призываю фанатов, потому что я знаю, что есть такие настроения, типа, ну, че, тут они привели какую-то женщину. Но это не совсем справедливо. Давайте так. Просто давайте расценивать эту точку здесь сейчас. Мне нравится определенно экстрим звук. Очень все жирно звучит, классно. Если же мы берем чистый вокал, почему-то я хочу с Честером сравнить. Вот у него прямо была четливая тембральность на чистых нотах. То ли здесь, опять же, здесь тональность тоже. Она повыше, чем в оригинале. Ну, это нормально, опять же, конечно же. Но не хватает почему-то уверенности в чистом звуке. Давайте так. Чтобы выйти в прямой эфир с Linkin Park, будучи девушкой, ну, как-никак, потому что фанаты Linkin Park в основном это мужская аудитория. Я думаю, там, процентовка, ну, не такой большой разброс, но все-таки группу любит очень много мужчин. И, может быть, превзятые отношения. Но это нужно иметь такие стальные яйца, чтобы выйти в прямом эфире с песнями старыми Linkin Park. Ну, я представляю, как она волновалась. Какая-то ответственность. Давайте вот по хитам. Намп. Да, все тональности подняты. Блин, верха у нее классная. Мне очень нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, так, могу так сказать со своей стороны. Лично мое мнение не раскрывается на чистом звуке. Я думаю, что это из-за волнения. И, как бы, видите, и дыхание немножко у нее сбивчивое. Но, когда она выходит на расщепление, сразу все встает на свои места. Я думаю, ей надо раскачаться. Я думаю, что ей надо еще попеть. потренироваться, повыступать. И я уверена, что ее все примут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень красивая сцена. Кстати, вы заметили вот эти, да? Лазеры. Очень эффектно смотрятся. Опять же, хочется больше энергетики какой-то, да, от нее. Но первое выступление, я уверена, что она немножко решила попридержать коней здесь. Все равно, когда ты уже привык петь определенные песни, когда они впетые, то ты выступаешь совершенно по-другому, потому что ты точно уверен, что ты споешь сложный материал. А это сложный материал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо шуршится круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодчина. Очень круто. Очень круто звучит. Вот этот прием честеровский, в принципе, реально у честера очень похожий звук на верхах и очень похожий звук расщепленный. Но она шикарно здесь звучит. Шикарно. Причем я не вижу, чтобы она гипернапрягалась. То есть этот звук у нее сплетый. Я думаю, что она еще устает. Я думаю, что она определенно устает. Давайте еще чуть-чуть. Шикарно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, здесь уже энергия пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычно, кстати, если вы хотите механику звука понять, я не использую такой звук в своей практике, но некоторые ученики у меня его умеют прям качественно очень делать. Это более тонкая основа, высокая. То есть там тон очень такой тоненький, высокий. И на него прям очень сильная влажно-складочная компрессия. Прям очень, прям такой... Там все очень узенько внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, если она будет петь на этом звуке, все, то это, я считаю, как бы win-win. Это очень круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще, вот супер. Скрим, дисторшн, круто. Давайте чистый послушаем немножко. ВЛОСТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо, неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слишком ровно по мне. То есть нету какой-то динамики специфической. Опять же, очень сырой звук. Очень сухой, я бы сказала, да? То есть лайвовый звук с микрофона динамического. На самом деле, надо еще это учитывать, что здесь нету какой-то сильной пост-обработки. Это очень важно. Потому что если ее еще обработать, там, да, компрессором подправить, частоты, там, чуть высоких поддобавить, ревера накинуть, то уже будет прям супер. Но это сухой звук, и я не могу сказать, что он идеальный у нее. Но неплохо. Ну, а тембр? Вот каких-то фишечек не хватает. Очень как-то... Не знаю, лично мое предпочтение. Может, какая-то легкая вибрато какая-то. Причем, как бы, ну, это возможно в рок-репертуаре. Это тоже стоит понимать. Волнуется? Капец, как я думаю. Ну, у нее все ок с техникой. Просто, видимо, немножко она еще неопытная в этом репертуаре. That's all. Классно, классно. Причем, очень классно округляет здесь звук. Но вот основная масса, когда вот ноты невысокие, когда они где-то в середине находятся, она немножко теряет тембр. Хорошо. Нет, как вокалистка, она ок. С ней вообще... Она дем в порядке. Она хорошая. Репертуар очень непростой. Очень непростой. In the end. Непривычно так в повышенных тональностях слушать эти песни. Ну, что, теперь парням на концертах придется петь выше. Так что все, все развиваем высокие ноты. Заметьте, без подложек, без плейбеков. Ее голос так круто звучит. На сухой... На сухой продакшен. Точнее, на сухой лайв. На просто динамический микрофон. Она шикарная. Это было круто. Сложно. Сложно, сложно ей очень. Сложно, я понимаю. Видите, она иногда показывает там, откашливается что-то, потому что песни и уже более высокие, и экспрессивные, и надо вроде бы энергию давать, а вроде бы надо еще и щепить, и не забыхаться на чистых местах. Ну, то есть вы сами понимаете, какая это сложная задача. Я уверена, что очень мало вокалистов могут прийти в Линкен Парк и спеть эти песни на уровне. Ну, собственно, видите, она иногда дает, типа, попеть публике, чисто потому что иногда это сложно, вывозить все эти партии. Да, вот видите? Устала, усталые. Да, все. Это уже конец концерта. Это нормально. Это нормально. Что тут еще у нас есть? Прощание, прощание. Блин, как же круто. Я обожаю, когда артисты так делают. Это очень эмоциональный концерт, я думаю, для них и для зрителей был. Ну, что могу сказать? Начала, разогналась, потом устала. Сет был большой, как вы понимаете, и это очень стрессовая ситуация выйти с Линкен Парк, будучи новой солисткой Линкен Парк. Зная, какая большая фан-база у Линкен Парк, как все любят Честера, ну, эта девушка определенно очень смелая, очень смелая. И рок-музыка таких и любит. Я думаю, что она распоется, она привыкнет, концерты будут, она будет все круче и круче петь. Это первое всего лишь выступление. Репертуар диапазонно сложный, репертуар технически сложный. Там и чистый вокал, там и какой-то речитатив, там и непростые мелодии, да, давайте это отметим. И иногда и Честер не сам бы возил на лайвах полностью все партии, у него же там 7 потов с него сходило, все в вены, надеюсь, напрягались. Она это делает, кстати, гораздо легче, но думаю, что просто с непривычки такое происходит. Это просто дело практики. Так что, ребята, конечно же, я хочу знать ваше мнение. Пишите его, пожалуйста, в комментариях, как вам новая солистка Линкен Парк, понравилась ли она вам. Опять же, не сравнивайте их с Честером. Это две разные персоны, два разных вокалиста. Вот, надо оценивать здесь и сейчас, поэтому я рассчитываю на вас. И также, конечно, у ребят, кстати, выйдет скоро альбом From Zero 15 ноября, и мы сможем заценить новые песни, не только старые, да, мы уже как бы послушали, как Эмили поет старые песни, но мы можем услышать новый репертуар, и я думаю, он нас может удивить. Интересно, это будет ближе к старому Линкен Парк, либо все-таки уже более новая версия Линкен Парк. Я прямо заинтригована. Так что, дорогие друзья, до новых встреч, буду рада пообщаться в комментариях. Пока-пока!